Играю ответную партию с гроссмейстером из Германии. Конь c3, первый ход был сделан. Неожиданный для меня вариант. Ну ладно, просто побью какой-то странный каракан, получается, без d4 раннего. Ну а я без c6. А так все то же самое. Наверное, эти ходы все-таки последуют. d4 и c6, и получится обычный классический каракан. Ну, соперник решил с h4 начать. Тоже, в принципе, неплохо. Ну и ничего особенного в этой позиции нет, она почти всем знакома. e6, конь f6, слон e7 дальше играется. Так, куча взятий. И ферз d5. На c4, ферз е4. Скорее всего, так и будет. Соперник решил сразу сыграть g4. Вот это уже неожиданность, честно говоря. На конь g4, ладья g1. f5, допустим. Конь e5. Наверное, вскроет он просто тут всю мою позицию. Не хочется, конечно, такую ядовитую пешку бить, поэтому попробую разменяться. Слон e3. Если взял, то ладья h4, хотя нет, ладья h4 хода уже нет. Так, нужно рисковать. Пробил. На ладья g1 вот либо брать, либо играть f5. Наверное, других вариантов нет. Сильный слон, побью его. На c6 теперь мне вроде никто не грозит. Пока что лишняя пешка. Где-то c5, конечно, хорошо бы подорвать, чтобы была контр-игра. Пока что ее просто нет. Соперник хочет отскочить и убить на f6. Поэтому профилактика. Ферзь d5 теперь. c3. Но это понятно, хочет e4. Попробуем пресечь возможность дальнейшего e5. Чтобы это белые не угрожали. Хотя бы так. Позиция подозрительная, потому что две ладьи стреляют на короля. Конечно, лишняя пешка здесь ни на что практически не влияет, потому что просто игра идет, кто первый быстрый мат поставит, скорее всего. Так, здесь ферзь e6. Теншпиль не выгоден, я думаю. Но соперник, разумеется, от него откажется. Побил. Так, конь e4. Вот это уже угроза серьезная. Угроза ладья бьет f6. Поэтому должен так играть. Наверное, будет еда спокойная, да. Играю ладья e8. Пытаюсь заставить его разменяться. Наверное, какую-то пешку я потом сдам. То есть, либо на f6, либо на h6 будет проиграна. И, скорее всего, получится ладейник какой-то, возможно. С чуть худшей позицией у меня. Или же вообще я просто до него не доживу. Тоже есть такой вариант. f5. Вроде ладей f5 нету из ладей g1. Тут все держится. Ферзь защищает. Ферзь e4 ход бессмысленный просто. Пешка станет по двоям. Вот король h7, может быть, имеет смысл уже сходить. Чтобы было. И потом ладья g1, ферзь e4. Возможно, даже ферзь e3 будет ход. Хотя, кстати, я, мне кажется, смог и сейчас так сыграть. Ладья g1 и ферзь e3 сразу. И на ферзь g2, ферзь e4 с разменом. Наверное, вот этот вариант я просто зевнул. После чего оставался с лишней пешкой. Что-то похожее сейчас может быть. Но после ферзь e3 они тут на f5. Это не пойдет уже. Значит, нужно брать. Ладья g8. И ладья g5 в такую стоечку. То есть, пытаюсь... Как-то уплотниться. Отъезд еще на h5 при случае. На h7, кстати, брать нельзя. Это соперник зевнул. Поэтому b6. Уже две лишних. И, наверное, нужно постоянно его напрягать разменами грозящими. То есть, ферзь e4. Потихоньку оттесняю фигуры. Возможно, где-то ладья g2 еще. Пробовать прошерстить вот здесь вот королевскую позицию. Ферзь d2. Нет, ферзь d2 будет ферзь e5 уже. Попробую в эншпиль. После ферзь e4. Слишняя пешка. Хороший эншпиль. Соперник отказался. Но я заставляю его перейти в него. По времени отстаю, конечно. Но позиция эта должна быть выиграна. Причем выиграна нетрудно. Ладья h2. Ладья e7. Пошла пешка. Так, ну и здесь, наверное, пешка все-таки прошла. Да, удалось победить. Взять реванш. КОНЕЦ ФИЛЬМА Продолжение следует...